шанс там даты слот сити мы же с вами не хотим такого развития событий как водится часто так бывает нашими западными партнерами они нас опять надули запад мягко говоря нас обманывал он может лопнуть если его долго надувать я говорю о владимире путине и если он лопнет то может забрызгать окружающих ботоксом каждый должен это понимать так вот владимир путин вчера рассказывал и жаловался тейп эрджеп эрдогану как его обманывает запад главная проблема в том что кажется владимир маньяк путин забыл что турция это тоже запад это страна член нато с мощнейшей армией пришлось даже вызвать олю скобееву чтобы разрядить обстановку ведь не может быть так что владимира путина постоянно кто-то водит за нас чтобы разрядить обстановку если можно разрядить обстановку оговоркой про третью мировую войну которую чуть было не было не развязал переводчик турецкого президента говорят он жив здоров его после этой фразочки видели он вроде бы благополучно возвращается в турцию но было в какой-то момент очень тревожно война говорит между россии турции о господи после отпуска скобеева начала чуть ли не через слово апеллировать к богу но ей это едва ли поможет разрядить обстановку получилось едва ли потому что сколько бы они не улыбались при фразах третья мировая война с турцией ну во первых что за война значит переводчик оговорился о войне но хорошо переводчика поправили точнее он сам себя поправил путь он удивился заметно смотрите между россией и турцией война между украиной и россией вопрос в том что они уже не спорят с тем что идет война между российской федерации фашистской естественно и украиной эй оля у вас там вообще-то это называется специальная военная операция или все-таки война так вот когда она тут улыбается при фразе война с турцией то улыбаться не надо а может быть она нервно улыбается потому что слушайте а турецкая армия одна из армий стран нато так вот по на военному техническому потенциалу она мощнее украины но украинцы наверное это не очень приятно слышать но по количеству кораблей самолетов личного состава систем вооружений то если вы не можете победить украину и внимание наступает сейчас украинская армия то при боестолкновении с нато или хотя бы с турцией что произойдет с российской федерацией кирдык в прямом смысле этого слова так вот значит все обсуждают а чушь он приезжал то наш дорогой эрдоган и сами россияне подводя итоги этого визита но показывают что происходит когда твой президент но в данном случае владимир путин идиот как обстоят дела с возможностью получения турции скидки на российский газ все идет по плану в части создания газового хаба на территории турции в российском случае это значит что цену будет назначать непосредственно турецкие друзья подождите подождите что-то уже очень много всего набирается то есть мы им две атомные электростанции мы зерно чтобы загрузить портовые мощности ему кому мы скидки на газ и трубопровод и большой портфель они нам что байрактары киеву и параллельный импорт нет не только и еще повторение эрдоганом фразы владимир ты мой дорогой малоразвитый друг раз ты такой нервный такой агрессивный то ты будешь за это платить кстати не только байрактары у меня есть мнение что после смены министра обороны украины и на эту должность должен быть назначен в обозримом будущем рустам умеров будет активизация контактов с турцией и наконец-то будет реализован еще один проект в частности поставки в украину турецких самоходно-артиллерийских гаубиц фертина из этого всего выпутываться непонятно очень хочется победить но но не получается потому что параллельно к этому выплыла еще информация не просто о том что таурусы могут быть использованы с f16 а дело в том что таурусы приспособлены в том числе и для несения тактических ядерных зарядов то есть их достаточно легко переделывать более того вспомнив историю о грязных бомбах можно представить себе что совсем не обязательно иметь тактический ядерный заряд а можно легко иметь я уверен что они дадут украине и тактические ядерные заряды чем больше сильнее будет людей которые говорят да вы что да не надо прекратите вы увидите им дадут все ну приду показано что они сами разработали потому что эта страна у которой уже были знания и умения так что все он все они получат ну кроме кроме того места как сейчас вот эти притопленные катера беспилотный ну что сомнений что это производится это британский конечно на которой сверху ставится мэйд ин юг рейн инка каин инка инка каин сделанные по чертежам лодки линза изготовленных ведомстве канариса в 1943 году так что в это все все это прекрасно хорошо знают и знающие людей может бы даже это вообще готовилась и делалась там где она когда-то проектировалась а на украине уже просто собиралась из нескольких частей в одну какую-то готовую году готовый этот дрон так называемый только тогда на этом дроне сидели еще боевые пловцы которые спрыгивали вовремя в воду а уже он шел прямиком на цель а сейчас они делают это немножко по-другому но я думаю что шульца конечно не только тауруса интересовали он ждал окончания встречи эрдогана и путина для него это важнейший конечно момент поскольку германия исходя из результата встречи могла бы или может сделать для себя какие-то выводы как вести себя дальше я вот здесь бы обратил внимание на картинку в тот момент когда путин произносит слова о том что запад обманул обратить внимание на на эрдогана на его такой достаточно жалкий вид хотя он в общем-то подтвердил это ну фактически да потом пришлось это подтвердить и он действительно это подтвердил и вот это очень такой ключевой момент для понимания в германии потому что в германии все время оспаривали как раз именно этот момент и пытается все время вывести на то что это этом в этом москве там что-то придумываете ничего этого не было все было нормально все как бы было здесь это прозвучало и со стороны путина и было подтверждение со стороны эрдогана и конечно же германии придется теперь это принимать как в общем-то как данность обойти это теперь не удастся значит нужно будет каким-то образом до сказать что эрдоган солгал для немецких не возьму невозможно не учитывая размер турецкий диаспера германии ну и раньше но слишком сейчас особенно связывают германию и турцию для того чтобы сейчас начать по этому поводу с турцией какие-то вопросы подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео пишите коментарии и делитесь с друзьями мы також будем вдячны за поддержку нашей работы на патреон або и других удобных платформах реквизиты в описи до видео а и Продолжение следует...